И снова, друзья, приветствую вас. У нас сегодня тоже своего рода новинка. Это Grand Power TQ-2. Это то же самое, что и Grand Power T12 FM-2, но немножко страйкер. Предохранитель на спусковом крючке. Кто это у нас такой? Тот же самый пистолет. Те же самые участники процесса. Вижу, что здесь пуля в пулю. Лучше, чем... В чем особенность этого пистолета? В том, что он без куркового типа. Стихами заговорил. Что это значит? Здесь поставили заглушку, здесь поставили заглушку. Во всем остальном это Т12 FM-2. Сейчас разберем. Разбирается он, мы все знаем как. С двух сторон есть клавиши. Тянем вниз. И затвор на себя. И вперед. Пружина упала. Ну и хорошо. Пружина одна. Довольно-таки тугая. Затвор. Пистолет уже видавший виды, потому что нужно было подвинуть немножко целик. Во всем остальном это пистолет по типу Глока. То есть это прямой конкурент на российском рынке пистолета, который выпускает техкрим. ТК-717Т, по-моему, он в цене, конечно же, стоит дороже, чем этот пистолет. Ну, в принципе, чего о нем говорить? Это то же самое, что и Т12. Давай на просвет, дорогой, мы посмотрим. Настоящий полноразмерник. Сейчас хочу пострелять из него. Посмотреть, какая у него точность. Какая кучность, какая отдача. Есть ли по ощущениям разница по сравнению с обычным Гранд Пауэром Т12 и ФМ2. Все, мы справились. Все работает. Сегодня у нас в ассортименте два вида патронов. Вот патроны. Масшар 0. 2,04 выдают 84 джоль. Обещает как минимум, но мы сегодня через хрон не будем их стрелять. И тут Масшар 1 грамм выдают 81. Техкрим против... Кто это у нас такой? Я не знаю, кто это у нас. Фортуна, кажется. Все. Заряжаю в присущей себе манере. Четыре патрона. Магазин, кстати, обычный, обычный Гранд Пауэрский. Магазин, ничем не отличается. Они взаимозаменяемы, совместимы и так далее, как хотите называть. Называйте. Очень легко. Можно заряжать. Никак на поэме. Так, заряжаю. Четыре. Иду на рубеж 5 метров. Мишень номер один. И посмотрим, какая точность. Первыми в ход пойдут Техкрим. Дистанция 5 метров. Целюсь в абсолютный центр мишени. Так, вижу, что есть пуля в пулю. Затворной задержки почему-то нет. Если вы, ребята, знаете, что его и не должно быть, напишите. Вы знаете, что мои познания в Гранд Пауэрах, они желают оставлять лучшего. Но кучность, конечно, неплохая. 10 метров. Те же патроны Техкрим. Мишень та же. Буду стрелять также в абсолютный центр. Посмотрим, какой будет результат. Ну и все. Ну, вот как-то так. Патроны, наверное, слабые. Поэтому не встает в затворную задержку. Либо пружина сильная или слабая, не знаю. Но лучше, чем ПМ. Фортуновские патроны. Возьмем четыре. Постреляем по второй мишени. Также на пять и на десять метров. Посмотрим в сравнении. Какой патрон, какой результат показывает. Идем на пять метров. Вот наша вторая мишень. Тут на затворку встает. Да. Дымится шикарно. Хорошо. Результат мне устраивает. Пойдем на десять метров. Те же самые патроны. Также четыре штуки. Тот же самый пистолет. Те же самые десять метров. Тоже самый тир. Те же самые участники процесса. Буду вот сейчас целиться специально в головной часть мишени, чтобы было отличие, как там у нас. И снова встал встал в штатную затворную задержку. Но зато у этого пистолета, помимо своих отличий и схожести с Т12 ФМ2, есть уже предохранитель на спусковом крючке. Ну да, это присущие манере именно без куркового пистолета по типу глоб. Этот момент тоже важный в этом пистолете, поэтому на нем нужно обязательно остановить свое внимание. Итак, вы видели стрельбу на пять метров. Вы видели стрельбу на десять метров. В принципе, мне кажется, что он в своей нише будет занимать лидирующие позиции, только потому что за ним нет таких косяков. Если даже посмотреть обзоры пользователей, как есть за глоком, который не успел родиться, а уже его все хайдят. Я ничего плохого или хорошего не могу сказать про глок от техкрима, потому что я его в руках еще не держал. Но, к сожалению, так получилось, что шандарахнула наша вся эта ситуация, в которой пребывает весь мир. И, скорее всего, в ближайшее время в магазинах этого пистолета может и не быть. Но при удобном случае я обязательно сделаю на него обзор. И, скорее всего, сделаю сравнительный обзор вместе с этим прям в одном видео. И мы с вами вместе посмотрим минусы и плюсы и того и другого пистолета. Поэтому, если кому-то было интересно видео, если есть пожелания, вопросы, что какие моменты я не отразил в видео, не обратил внимания, либо хотели бы что-то добавить, да, пишите в комментариях, ставьте лайки, а еще лучше подписывайтесь. Пока, пока.